По пути домой я думал о Люси, о первой ночи, которую мы провели вместе. В отличие от многих девушек, наших дней она была невинна. Я вспомнил, как она вскрикнула от боли, но прижала меня к себе. Я вспомнил три месяца, которые мы провели вместе. Я вспомнил ее слова «Я немного боюсь тебя». Я понимаю, что иногда ты должен быть жестоким и суровым, чтобы достичь цели, но, пожалуйста, не пытайся быть жестоким и суровым со мной. Чтобы вернуть ее, я должен убить человека. Но кто такой Диас Савант? Мерзавец, да и только. Изнасиловал и заклеймил девушку, такую же невинную, как Люси. Подъезжая к школе, я увидел, что ворота открыты. Около дома стоял синий-красный бьюик детектива Тома Лепски из полицейского управления «Парадис Сити». Я выскользнул из машины. Сердце стучало, как паровой молот. Я огляделся. Лепски нигде не было. Я двинулся в бунгалу. Входная дверь распахнута. Гостиная, стол накрыт на две персоны. Кухня. На плите сковорода с ломтями ветчины. Кастрюлька с фасолью, вторая с водой. Рядом с ней чашка с рисом. Спальня. Ничего не изменилось. Я заглянул в шкаф Люси. Вся одежда на месте. Ничего не пропало. Тут я почувствовал себя как никогда одиноким. Впервые я вернулся домой, и она меня не встретила. Из бунгала я направился к Тиру. Я подумал, что найду его там, и не ошибся. Он вышел мне навстречу из пристройки. Холодный, вопрошающий взгляд. Привет. Я уже собрался объявить ваш розыск. Я заставил себя смотреть ему прямо в глаза. Розыск? С какой стать? Дом пуст. Я подумал, что-то случилось. Ничего не случилось. А что привело вас сюда, мистер Лепский? Проезжал мимо. Я обещал миссис Бенсон рецепт чатни, как ее готовит моя жена. Кисло-сладкая фруктовая приправа к мясу. А где миссис Бенсон? Я не сомневался, что он побывал в доме, увидел и накрытый стол, и кастрюльки, и сковородку, под которыми так и не зажгли огонь, и, как опытный полицейский, начал прикидывать, что к чему. А я отвез ее к подруге. Та заболела, срочно вызвали ее. Тяжелое дело. Лепский покачал головой. Приехав сюда, я решил, что попал на палубу летучего голландца. Дверь открыта, стол накрыт, еда на плите, а живых нет. Я обеспокоился. Да ее срочно вызвали. Мы все бросили и уехали. К подруге вашей жены? Совершенно верно. Он впился в меня взглядом. Кто победил? Я уставился на него. Не понял. Из-за чего дрались? Я забыл о синяках и ссадине на скуле. А, пустяки, немного поспорили. Я, похоже, сорвался. Понятно. Он потер шею, отвел взгляд. Ваш телефон не работает? Он вновь смотрелся в меня. Не работает? Я полез было в карман за сигаретами, затем передумал. Полицейский по этому жесту сразу узнает, что человек нервничает. А он всегда то работает, то нет. Это и не мудрено. Мы живем далеко от города. Провод перерезан. В горле у меня пересохло. Перерезан? Не может быть. Его перерезали. Наверное, подростки. Они совершенно распоясались. Даже не подозревал об этом. А вы обычно уезжаете из дома, оставляя входную дверь открытой? Меня начали раздражать его вопросы. Я решил положить им конец. Если меня это не волнует, то какая вам забота? Лицо Лепски окаменело. Беззаботные люди доставляют массу хлопот полиции. Я вас спрашиваю. Вы обычно уезжаете из дому, оставляя входную дверь открытой? Он мрачно смотрел на меня. Наверное. Рядом же никого нет. Мы часто спим с незапертой дверью. Несмотря на распоясавшихся подростков, я промолчал. Когда я вошел, и в доме никого не оказалось, — продолжил Лепский после короткой паузы, — я осмотрел комнаты. Миссис Бенсон взяла с собой вещи. Я заглянул в шкафы. Это наша работа, мистер Бенсон. По-моему, все на месте. Я ценю вашу заботу, но волноваться не о чем. Нас срочно вызвали. Собраться мы не успели. Моя жена взяла с собой лишь самое необходимое на несколько дней. Он почесал нос, все так же глядя на меня. — А почему ваш ученик не стреляет? Внезапный поворот застал меня врасплох. — Ученик? — Богач, который купил все ваше время. — А, тот. Я быстро нашелся. Он уехал вчера. — Правда? — А что у него случилось? Заболел друг? — Да нет. Просто ему наскучила стрельба. — У Эстон и Лиз? Его ружье? — Да. Я начал потеть. Мне надо отослать его. — А почему он не взял ружье с собой? Я решил положить конец допросу. — Вас это тревожит, мистер Лепский? Он улыбнулся. — Пожалуй, что нет. Улыбка исчезла. — Этот шестисотмиллиметровый оптический прицел и глушитель... Кого он собирается убить? — Президента? — Я ставил прицел и глушитель в коробке. Чтобы найти их, требовался настоящий обыск. Мне удалось выдавить из себя смешок. Он любит всякие приспособления. Знаете ли, есть люди, у которых больше денег, чем здравого смысла. Он покупает все, что может навесить на ружье. — Понятно. Лепский кивнул. — Значит, завтра у вас свободный день. Ученика нет, жены нет. Я тоже смогу выкроить пару часов. Как насчет того, чтобы дать мне урок? — Только этого мне не хватало. — Извините, но я собираюсь поехать к жене. Я закрываю школу на несколько дней. Значит, мне не повезло. — Но мы встретимся двадцать девятого, так? — Конечно, я не забыл. Лепский помолчал. — Хорошее у него ружье. — Просто отличное. — Я хотел бы иметь такое. — Я тоже. Лепский задумался. Лепский задумался. Я с тревогой наблюдал за ним. — Вы хотите сказать, что он отказался от уроков, даже оснастив ружье оптическим прицелом? — Ему стало скучно. — Лепский поскреб щеку. — Как хорошо иметь много денег. — Я бы с удовольствием так поскучал. Он снял соломенную шляпу и обмахнулся ею, как веером. — Чертовски жарко, не правда ли? — Продолжил, прежде чем я согласился с ним. — Значит, вы едете к жене. — Где она? — выстрелил он коротким вопросом. — Но я был на чеку, а неподалеку. — Ну, мистер Лепский, у меня есть кое-какие дела. Увидимся двадцать девятого. — Конечно, не буду вам мешать, — кивнул Лепский. Затем добавил. — В будущем не забывайте запирать дверь. Мы не ищем лишней работы. Буду помнить об этом. — Счастливо оставаться, мистер Бенсон. До встречи. Мы пожали друг другу руки, и он зашагал к Бьюику. Я подождал, пока его автомобиль не скроется из виду. Затем вернулся в бунгало, собрал в рюкзак нужные мне вещи, нашел лист бумаги и написал заглавными буквами «Стрелковая школа закрыта до двадцать восьмого сентября». Рюкзак я бросил в кабину, прошел в тир, взял ружье Тимотео, глушитель и оптический прицел. Остановив машину за воротами, я вылез из кабины, закрыл их, прикрепив к стойке записку. Снова сел за руль и поехал к маленькому белому дому, где через несколько дней меня ждала встреча с Диасом Саванто. — Я хочу поговорить с Саванто. Мы только поужинали, Карло готовил плохо, так что кусок не лез в горло. Жара не спадала даже после наступления темноты. Море и пальмы застыли под плывущей по небу луной, но на душе у меня не было покоя. Раймондо прищурился. — Ну, как скажешь, солдат? — Когда ты хочешь увидеться с ним. — Немедленно. — Где он? — В Империале. — Мне поехать с тобой? — Да. На его лице отразилось удивление, но он поднялся, и мы направились к Вольсвагену. Последние четыре часа я бродил вокруг дома, осваиваясь, прикидывая, что может помешать мне выполнить поручение Саванто. Вопросов я поставил себе немало. Почти на все ответил сам, но некоторые поставили меня в тупик. Оставалось надеяться только на Саванто. Если б и он оказался бессилен, успешный исход задуманного становился весьма и весьма проблематичным. Мы нашли Саванто на балконе его номера. Он указал на кресло. — Садитесь, мистер Бенсон. — Вас что-то тревожит? Я сел, а Раймондо отошел к ограждению балкона. — Да. И я рассказал о двух визитах Лебски. — Этот полицейский очень умен, — заключил я. — Из-за того, что вы вынудили меня согласиться убить Диаса Саванто, мне пришлось солгать ему, и он может поймать меня на этом. Поверив сказочке о том, что вашему сыну запрещено прикасаться к оружию, я сказал ему о мифическом богатом клиенте. — Сегодня мне пришлось выдумывать больную подругу жены. Если он выяснит, что ни клиента, ни подруги не существует, меня ждут неприятности. — А зачем ему это выяснять, мистер Бенсон? — А неужели вам это не ясно? Я даже повысил голос. — Убийство Диаса Саванто вызовет полицейское расследование. Если я застрелю его в тот момент, когда он будет кататься на водных лыжах, полиция сразу поймет, что Диаса убили из мощного ружья. Не понадобится много времени, чтобы узнать, откуда стреляли. Тут же возникнет предположение, что убийца пользовался оптическим прицелом. Лепский вспомнит Уэстон и Лиис с шестисотмиллиметровым прицелом и глушителем. Вспомнит он и моего богатого ученика, и внезапный отъезд жены. Потом он приедет ко мне и начнет задавать вопросы. Он... Саванто поднял руку, останавливая меня. — Все, о чем вы говорите, мистер Бенсон, не проблема. Никто не задаст вам ни одного вопроса, потому что полицейского расследования не будет. Я воззрился на него. Это еще почему? — Потому что полиция не узнает об убийстве. Вы не вникли в ситуацию. Я же все обдумал. Когда я узнал, что Диас собирается провести три дня с женой Эдварда Уиллингтона, я понял, что мы в идеальном положении. Менее всего Нэнси Уиллингтон захочет, чтобы полиция, а затем и пресса начали бы спрашивать ее, а что делал Диас Саванто в поместье ее мужа в отсутствии последнего. Давайте посмотрим на происходящее ее глазами. Они оба мчатся по воде. Внезапно, потому что вы будете стрелять с глушителем, Диас Саванто падает. Катер останавливается. Она обнаруживает, что Диас убит выстрелом в голову. Что она делает? Вызывает полицию? Нет. Она перекладывает все на плечи негритянки, управляющей катером. Та выловит тело из воды. Как поступить с телом дальше, она знает. На нее можно положиться. Ее услуги высоко оплачиваются. Покойника увезут телохранители. У девушки много денег, и негритянка убедит ее хорошо им заплатить. Она заплатит сколько угодно, лишь бы избежать огласки. Саванто пожал плечами. Уверяю вас, полиция ничего не узнает. А если девушка запаникует и все-таки позвонит в полицию? Этого ей не позволят. Негритянка позаботится об этом. Я подумал о девушке. Она возникла перед моим мысленным взором, юная, обнаженная, радостная, летящая над водой. Но вот я нажму на спусковой крючок Уэстон и Лиис, и всю оставшуюся жизнь по ночам ее будут мучить кошмары. — Удастся ли вам подменить моего сына, мистер Бенсон? Вот что волнует меня больше всего. — Я не предвижу никаких затруднений, если не считать вашего свидетеля. Завтра я скажу наверняка, смогу ли я подстрелить Диаса на воде. — Сначала я хочу взглянуть на девушку через оптический прицел. Я думаю, что это возможно, но хочу подстраховаться. Если да, то Тимотео будет стрелять с плоской крыши дома. Вы и ваш свидетель отведете его туда. Затем вы двое спуститесь вниз и будете ждать на веранде с биноклями в руках. Я хочу, чтобы Тимотео поднялся на крышу в половине третьего. Если нам повезет, Диас и девушка появятся в бухте в три часа. За домом растет большое дерево. Я спрячусь в его кроне. После того, как вы и ваш свидетель покинете крышу, я присоединюсь к Тимотео. Выстрелю и снова залезу на дерево. Тимотео спустится на веранду. А уж вам придется убеждать этого Лопеса в меткости, Тимотео. Что вы на это скажете? Саванто задумался, а затем кивнул. — Да, это хороший план. Он пристально посмотрел на меня, и его глаза блеснули. — Вы его убьете? — Думаю, что да. Но подождем до завтра. Я хотел бы услышать утвердительный ответ. Мистер Бенсон. В голосе слышалась неприкрытая угроза. — Подождем до завтра. Повторил я и направился к двери. Раймондо последовал за мной. На обратном пути мы не разговаривали. Перед моими глазами стояло клеймо красного дракона, выжженное на деревянном столбе, поддерживающем крышу веранды. Глава шестая Следующим утром я соорудил навес из пальмовых листьев на плоской крыше белого дома. Во Вьетнаме мне пришлось построить не один десяток таких вот противосолнечных укрытий. Раймондо вызвался помогать. Я поручил ему собирать пальмовые листья, но укладывал их сам. Нам с Тимотео пришлось бы провести на крыше два-три часа, возможно. Так что не хотелось, чтобы полуденное солнце испепелило нас. Когда я закончил, Раймондо одобрительно кивнул, по достоинству оценив мою работу. Сразу видно, что в этом ты, мастер, хочешь поесть. Мы спустились на веранду и перекусили сандвичами, приготовленными Карлу. Ночь я провел в маленькой комнатке. Раймондо и Карлу улеглись в соседней, размером побольше. Я почти не спал, лежал и думал. Панический страх за Люси прошел. Я вновь обрел способность к логическим размышлениям. Я уже не сомневался, что такой дикарь, как Саванто, приведет в исполнение свою угрозу и заклеймит Люси, если я подведу его. Я понял, что он не блефует. Диас собирался провести в поместье Уиллингтона три дня. Время оставалось моим единственным козырем. Могло произойти что-то непредвиденное, благодаря чему мы с Люси вырвались бы из ловушки. В гостиной был телефон. Что, если позвонить в полицию и рассказать обо всем? Но я отказался от этой мысли. Я не знал, где находится Люси, и они могли расправиться с ней до того, как полиция нашла бы ее. Да и мне бы не поздоровилось, если бы Карло и Раймондо, проснувшись, застукали меня у телефона. Я не мог пойти на такой риск. Если бы пришлось, я бы убил Диаса, но при условии, что не найду другого способа спасти Люси. В первый день я мог просто промахнуться. Саванта мне поверит, — полагал я. Поверит, если удастся вбить ему в голову, что попасть с такого расстояния в движущуюся цель чрезвычайно сложно. Промах даст мне еще одну ночь для поисков выхода. Промахнуться во второй день я бы уже побоялся, но по меньшей мере я выиграл целую ночь. Покончив с сандвичами, Раймондо и я вернулись на крышу. Я захватил с собой ружье. Солнце накалило воздух, но навес спасал хотя бы от прямых лучей. В самом начале четвертого послышался шум мотора. Я положил ружье на бетонное ограждение крыши. Из-за мыска вылетел катер. Я поймал в оптический прицел обнаженную фигурку, подрегулировал четкость изображения, прицелился в голову. Оптика приблизила девушку ко мне. Сразу же стало ясно, что поразить цель не составит труда. Помимо разворотов и дуг, она проходила отдельные участки по прямой. И уж тут-то я мог попасть ей хоть в голову, хоть в сердце. Возможно, Диас окажется более изобретательным, но и ему не обойтись без прямых отрезков. Однако я не собирался говорить об этом Раймондо. Я следил за ней в прицел еще пять минут, затем, когда катер лег на обратный курс, опустил ружье. — Каков приговор, солдат? — Чертовски трудный выстрел, — ответил я. — Надо попасть в голову, чтобы убить его наверняка, а не ранить. Голова все время двигается то вверх, то вниз. Я должен поразить мозг. Я уверен, что попаду в голову, но не знаю, пройдет ли пуля через мозг. Расстояние велико, и он будет находиться в постоянном движении. Очень сложный выстрел. Раймондо сунул рук под рубашку, почесал грудь. На его лице появилось озабоченное выражение. Ты должен его убить. Если ты только вышибешь ему зубы, мы не оберемся неприятностей, и, возможно, никогда не получим шанса расправиться с ним. — Сам знаю. Я уже прихожу к мысли, что план недостаточно хорош. Раймондо выргался. — Только не говори об этом Саванту. Он выбрал тебя как первоклассного стрелка. Вот и доказывай свое мастерство. Он ничего не понимает в стрельбе. Движущаяся цель на расстоянии восьмисот ярдов. А попасть надо в мозг, то есть в площадку размером в квадратный дюйм. Да во всем мире не найдется пяти человек, которые могут гарантировать такое попадание. — Будет лучше, если ты окажешься одним из них, — отрезал Раймондо. — Замолчи. Мне надо подумать. — осадил я его. Он не столько рассердился, как перепугался. Его уверенности в себе как не бывало. Я даже подумал, а не окажется ли он виноватым в глазах Саванту, если дело не выгорит. И потом меня осенило. Я закурил, обдумывая сверкнувшую в голове идею. — Кому принадлежит этот дом? Вопрос его удивил. — А какая тебе разница? А вдруг заявится хозяин и найдет нас здесь? Ерунда. На побережье сдаются в аренду десятки домов с участками на любые сроки. Мне этот приглянулся, и мы сняли его. Я это предполагал, но хотел убедиться в своей правоте. — На побережье сдаются в аренду десятки домов. Если Саванту снял этот дом, почему бы ему не снять и другой, чтобы держать там Люси? — Но как это проверить? Тут же в голове возникла вторая идея. Я обдумал ее, снимая с ружья оптический прицел и глушитель. Раймондо озабоченно поглядывал на меня. — Давай глянем на карту поместья. Я уложил прицел и глушитель в картонную коробку и повернулся к нему. Он снова почесал грудь. — Зачем тебе это? — Я хочу посмотреть карту. — Я же сказал, солдат, там будут люди Диаса. — Забудьте думать об этом. А их только четверо. Этого достаточно. Они же профессионалы. Пришлось пойти на обман. Однажды я убил снайпера, окруженного сотней солдат. Четыре человека — это пустяк. Он уставился на меня. — Ты думаешь, что мы теряем время? — Рыкнул я. — Покажи мне карту. Мы спустились в гостиную. Он нашел карту и растерил ее на столе. — Отлично. А теперь пойди подыши свежим воздухом. Раймондо помялся, он не любил, когда им помыкали. Затем пожал плечами и вышел на веранду, где спал Карло. Несколько минут я изучал карту. Дом стоял посреди лужка с цветочными клумбами, площадью в 200 квадратных ярдов. За лужком начинался густой лес с прорубленными в нем тропинками. Справа от дома находился плавательный бассейн. Бунгало для гостей, и дом разделяло приличное расстояние. Там был свой бассейн. На берегу Уиллингтон построил эллинг и маленькую гавань. От бунгало к морю вела тропа, также прорубленная в лесу. С трех сторон поместье огораживала высокая стена, четвертая выходила к морю. Будь у меня четыре телохранителя, я бы поручил двум патрулирование тропинок, ведущих к эллингу, самому уязвимому участку на периметре поместья, а остальных поставил бы охранять бунгало. Глядя на карту, я обдумывал свою идею. И не находил особых изъенов. Я кликнул Раймондо. — Ты осматривал поместье? — Конечно. Я же тебе говорил. — Что там за стена? Он нетерпеливо махнул рукой. — Высотой пятнадцать футов, с сигнализацией. Стоит коснуться верха, как поднимется тревога. — Ты в этом уверен? — Абсолютно. Я поднял тревогу. Два местных охранника и двое полицейских на патрульной машине прибыли менее чем через десять минут. — А как насчет Эллинга? — На лодке туда не подберешься. Вход в гавань перекрыт сигнальным проводом, прикосновение к которому также поднимает тревогу. А если вплавь? Он нахмурился, пожал плечами. — Наверное, можно. Но там наверняка будет охранник. — Тимотео умеет плавать? — Да, плавает он хорошо. Но ты теряешь время, солдат. — Допустим, вы с Тимотео проникнете в поместье. А Лопес? — Про Лопеса я забыл. — Я просчитываю альтернативные варианты. Я встал. — Хочу взглянуть на поместье. Может, я найду лучший способ добраться до Диаса, чем тот, что предложил Саванто. Раймондо подозрительно посмотрел на меня. — Ты теряешь время. — Повторил он. — Времени-то у нас предостаточно. Я пошел. Я с тобой. — Когда ты хочешь осмотреть поместье? Сегодня вечером? — Прямо сейчас. — Ты что, рехнулся? Там же два охранника. Ты можешь наткнуться на них. И кто знает, чем все это кончится. Ты не говорил мне, что охранники уже в поместье. Они там постоянно. В доме много ценностей. Но они уедут по прибытии Диаса. Девушка договорилась с security agent. Детективное агентство, сотрудники которого обеспечивают охрану частных владений. Негритянка сказала мне об этом. Они вернутся, как только Диас покинет поместье. Сейчас же они на месте. А ты умеешь плавать? Он, конечно, не подозревал, что для меня этот вопрос был ключевым. Если он хорошо плавал, мой план рушился, как карточный домик. Но к своему облегчению я заметил, что он медлит с ответом. Более-менее. Не понял? Ты сможешь проплыть четверть мили? Я хочу войти в воду здесь. Я откнул пальцем в карту. В четверти мили от гавани. Я бы не хотел заплывать так далеко. Хорошо. Значит, ты не идешь со мной. Я направился к двери, но он схватил меня за руку. Никаких фортелей солдат. Он злобно глянул на меня. Одна ошибка и твою жену заклеймят. От моего удара он отлетел к противоположной стене. Оттолкнулся от нее и бросился на меня. Раймондо так разозлился, что забыл о защите. Он летел, как разъяренный бык, но второй удар в челюсть уложил его на пол. Позади послышался какой-то звук, и я обернулся. В дверях стоял Карло. «Приведи его в чувство и уложи в постель», — приказал я. «Пойду прогуляюсь». Карло не знал, что и делать. Не давая ему времени на раздумья, я отстранил его, спустился с веранды и по песчаным дюнам зашагал к морю. Плыть пришлось дольше, чем я ожидал, но меня это не смутило. В армии мне приходилось проплывать и по пять миль, да еще под пулями вьетконговцев, иногда шлепавшихся неподалеку. Плыл я не спеша, и через какое-то время оказался перед Эллингом Уиллингтона, у разъема в двух выступающих в море стенах, образующих маленькую гавань. Катер покачивался на волнах. Я поплавал у входа в гавань, оглядывая берег, но не заметил ни единой души. Подумал, что сигнальный кабель, о котором говорил Раймондо, днем, скорее всего, отключен, но решил не рисковать. Нырнув, поплыл вдоль одной из стен и появился на поверхности у самого катера. Едва я протер глаза, над головой раздался женский голос. — Привет! А вы знаете, что нарушили границу частного владения? Я посмотрел вверх. Нэнси Уиллингтон стояла на крыше кабины, в крошечном бикини. Материал прикрывал разве что соски до промежность. Такой роскошной женщины видеть мне еще не доводилось. Чем-то она напоминала Бриджит Бордо в ее первых фильмах. Я не знал, что здесь кто-то живет. Я решил прощупать почву, найти верный тон. — Извините меня. Наверное, я попал не в тот дом. Она засмеялась, наклонилась ко мне, ее полные груди едва не вывалились из полоски бикини. — А вы всегда заплываете в чужие дома? — Я же извинился, не так ли? Нарочито грубо ответил я и, не торопясь, поплыл к выходу из гавани. — Эй, вернитесь! — Я хочу поговорить с вами! — крикнула она вслед. — Я хотел сыграть на ее любопытстве. Мой расчет оправдался. Я вернулся к катеру, схватился за швартов. Я не хотел нарушать ваш покой. — Залезайте на палубу. Хотите выпить? — Я перевалился через борт, встал. На мне были лишь белые брюки из тонкой хлопчатобумажной ткани. Мокрые они облегали тело, как вторая кожа. Не думаю, что мой вид смутил ее. Мне же хватало заботы без того, чтобы волноваться из-за своей внешности. Она спрыгнула с крыши. Ее глаза пробежались по мне, ничего не упустив. Затем она озорно улыбнулась. — Какой мужчина! — Вы так думаете? — Что ж, какая женщина! Она рассмеялась. — Что вы тут делаете? — Ищу свою жену. Как раз эта идея пришла мне в голову во время разговора с Раймондо. Я хотел найти Люси. Нэнси знала окрестности. Могла подсказать, какие виллы или бунгало недавно сдали в наемке. — Жену? — Зеленые глаза округлились. — Вы потеряли ее? Я не мог сказать ей правду. Если б я это сделал, она думала бы только о себе и тут же позвонила бы Диасу. Поэтому я солгал. Я ее потерял, но не хочу докучать вам своими проблемами. Я тут никого не знаю. Увидел вот гавань и решил взглянуть, нет ли ее здесь, извините. — Вы просто псих! — Воскрикнула Нэнси. — Что же вы, плывете вдоль берега, разыскивая вашу жену? Я этому не верю. — Наверное, это безумие, — признал я. — Но лодки у меня нет, так что ничего другого не остается. Я знаю, что она где-то на побережье, и ищу ее. — Вы ее потеряли. — То есть она бросила вас? Я одарил ее суровым взглядом. — Извините, что нарушил ваш покой. Я ухожу. — Ну что вы такой сердитый? Она склонила голову на бок, обворожительно улыбнулась. — Мне нечего делать, я и так скучаю. Я помогу вам. Мы можем проплыть вдоль побережья на катере. Она села на крышу кабины. — Расскажите мне обо всем. — Какое вам до этого дело? Это никого не касается. Я хочу, чтобы жена вернулась ко мне. Мне кажется, что сейчас она в одном из домов на этом берегу. Я должен ее найти. А уж потом разберусь с ней сам. Она надула губки. Не надо на меня кричать. А может, она счастлива без вас? Вы об этом не подумали? — Какого черта вы лезете в мою семейную жизнь? — рявкнул я. — Я хочу ее найти и найду. Она мигнула. Наверное, ни один мужчина не разговаривал с ней таким тоном. — Да вы прямо из пещеры. — Будь я вашей женой, я бы любил вас. Я помогу. Я знаю все близлежащие дома на побережье. Должно быть, он снял один из них. Вы знаете, какие сдаются в наем? Так она убежала с мужчиной? У нее, похоже, не все в порядке с головой. Значит, у нее не все в порядке с головой. Когда я ее найду, я намерен задать ей хорошую трепку. Она напрашивалась на это с тех пор, как мы поженились. Теперь она все получит сполна. Глаза Нэнси сверкнули. Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь задал трепку мне. Я так этого хочу. Ваши желания меня не интересуют. Теперь я уже знал наверняка, что выбрал правильную линию поведения. Я знаю, что нужно моей жене. И она это получит. Так вы можете показать, какие дома сдаются в наем? Да, в полумиле отсюда их три. Еще один очень хороший. Двумя милями дальше. Давайте взглянем на них. А вы не хотите чего-нибудь выпить? Потом. Я повернулся к ней. Поехали. Она спустилась в кабину и завела двигатель. Разговаривая с ней, я все время поглядывал на лес, за которым находилась бунгало для гостей. Гадая, не следит ли за мной негритянка. Я ее не увидел. Я вошел в кабину, когда Нэнси начала разворачивать катер носом к морю. Я Нэнси, представилась она. А вас как зовут? Макс. Я ее не обманывал. Просто назвал свое второе имя. Пойдем вдоль берега. Не очень быстро и не очень далеко. Есть капитан, она хихикнула. Вы и ее приятель подрались? Я все время забывал про отметины кулаков Раймонда на моем лице. А не с ним. Мы повздорили. Я люблю мужчин, которые дерутся. А что было дальше? Я взглянул на нее. Ее глаза неестественно блестели. Я видел, как под тонким материалом лифчика набухли соски. А что вам до этого? Снова надулись ее губки. Я люблю хорошую драку. Мне нравится, когда двое мужчин хватит. Чей это дом? Она скорчила гримаску, но посмотрела в указанном мной направлении Ван Хассена. Роскошный мужчина. Но жена у него жуткая стерва. Пригнитесь. Я не хочу, чтобы она вас заметила. Она расскажет моему мужу. Мы подплыли к дому. На лужке, под большими ярко раскрашенными зонтиками, сидели и лежали люди. Нэнси прибавила газу, и дом Ван Хассена остался позади. — Некоторые женщины такие стервы, — Нэнси хихикнула. — Она боится, что ее муж захочет переспать со мной. Она даже близко не подпускает его ко мне. А здесь кто живет? Мы приближались ко второму дому, похожему на первый. Этот снимают. Они ждут ребенка. У нее огромный живот. Он не отходит от нее ни на секунду. Я ни разу не говорил с ним. Мы проплыли мимо еще двух домов. У одного сидела на лужке семейная чета средних лет, у другого старики играли в карты под сенью деревьев. Я уже подумал, а не ошибся ли, предположив, что Саванто снял для Люси второй дом на берегу. — А видите тот мысок? — Нэнси положила руку мне на плечо. — Я говорила вам о нем. — Поместье Джека Декстера. Он просто душка, но его жена — форменное чучело. Сейчас они на юге Франции, а дом сдали в аренду. Джек терпеть не может сдавать свои дома, у него их шесть. Но она чудовищно жадная, и ее не переспоришь. — А есть еще дома, которые можно снять? — А их тут десятки. Но все это лачуги только для туристов, а это настоящая вилла. На берегу выселись кипарисы. В гавани качался на волнах катер. С обеих сторон от нее золотился песок пляжа. Еще несколько минут, и нам открылся обширный лужок и дом в окружении цветочных клумб. Вот он, дом Джека Декстера. Красивый, не правда ли? Я еще не успела узнать, кто его снял. Я ее не слушал. На лужке, под раскидистым деревом, сидел Тимотео Саванто. Увидев Тимотео, я едва не крикнул Нэнси, чтобы та направила катер в гавань, но сумел сдержаться. Люси могло там и не быть. Я, конечно, чувствовал, что она в том же доме вместе с Тимотео, но поручиться за это не мог. Неужели это ее дружок? Спросила Нэнси, глянув на Тимотео. Не пойму, что она в нем нашла. Тимотео раздобыл себе новые солнцезащитные очки. Услышав шум двигателя, он посмотрел на нас. Солнечные лучи отражались от черных полусфер. Я чуть подался назад, хотя и знал, что он не может увидеть меня с такого расстояния и через синее стекло кабины. Нет, это не он. Я присмотрелся к дому и похвалил себя за то, что не поддался искушению причалить к берегу. Я увидел Ника в желто-красной рубашке, уставившегося с веранды на наш катер. Из-за угла появились двое мужчин в белых брюках и футболках. Они тоже не сводили с нас глаз. — Эй, в доме полно мужчин! — возбужденно воскликнула Нэнси. — Давайте заглянем к ним, познакомимся. — Нет, далеко до следующего дома. — Примерно с милю. Неохотно она прибавила газу, и катер рванулся вперед. Мы осмотрели еще четыре дома. Я не хотел, чтобы она знала, что нужный мне дом уже найден. — Пожалуй, мы напрасно теряем время, — подвел я черту, когда четвертый дом остался позади. — Наверное, я ошибся. Она сняла квартиру или номер в отеле. Поворачиваем назад. — На побережье еще не один десяток домов. — Не надо отчаиваться, — подбодрила меня Нэнси. — Нет, поворачиваем назад. Она пожала плечами, развернула катер, и мы помчались обратно. Тимотео уже не сидел в саду Джека Декстера. Исчез и ник. Лишь двое мужчин в белых брюках прогуливались по веранде. Когда мы приблизились к гавани Уэллингтона, Нэнси сбросила скорость. — Пообедайте со мной. Я совсем одна. Мы можем поговорить о вашей жене. — Нет, мне надо ее искать. Спасибо за помощь. Нэнси заглушила двигатель и прижалась ко мне. — Не спешите, Макс. Давайте немного расслабимся. Вы еще успеете найти жену. Спасибо за помощь. Я отстранил ее, поднялся на палубу, прыгнул в воду и быстро поплыл от катера. Через пару сотен ярдов я оглянулся. Нэнси стояла на крыше кабины, уперев руки в бедра, широко расставив ноги. — Поганец! — крикнула она. — Я надеюсь, что ты утонешь! И помахала мне рукой. Я помахал в ответ и поплыл дальше. Я нашел второй дом, который снял Савант, но не получил доказательств того, что Люси держат именно там. Если б я увидел ее, то воспользовался бы телефоном Нэнси и вызвал полицию. Сейчас я не мог этого сделать. Если б они заявились в дом Джека Декстера и Люси там не оказалось, меня ждали бы серьезные неприятности. Плывя назад, я решил сказать Раймондо, что искал запасной вариант на случай, что не смогу подстрелить Диаса на воде. Теперь я знал, как провести Тимотео в поместье Уиллингтона. Я вышел из воды и по песчаным дюнам направился к дому. На веранде стоял Карло, но не он привлек мое внимание. Савант-то сидел на одном из стульев, похожий на черного стервятника, и не сводил с меня глаз. Я поднялся по ступеням. — Значит, вы решили поплавать, мистер Бенсон? — Совершенно верно. Я... на этом мои объяснения закончились. Я стоял лицом к нему, Карло оказался чуть сзади. Боковым зрением я заметил, как он двинулся ко мне, начал поворачиваться, но не успел. Ребро его ладони, словно стальной пруд, опустилось мне на шею. В мозгу полыхнула яркая вспышка, и я провалился в темноту. Резкая боль и запах горелого мяса привели меня в чувство. Я очнулся от собственного крика. Я никогда не думал, что смогу так кричать. Лишь однажды мне довелось слышать такой крик, когда одного из моих солдат ранило шрапнелью в живот. Я стиснул зубы и подавил крик. Открыл глаза. Сквозь застилавший их туман боли разглядел склонившегося надо мной Карло. Ужасно болела грудь. С трудом я поднялся. Внезапно передо мной возникла гигантская рука и ударила по лицу. Я упал спиной на верхнюю ступеньку и скатился вниз на горячий песок. Я лежал придавленной болью, но мое сознание требовало от тела встать и отомстить этой жестокой обезьяне. Вот он спустился по ступенькам, и каким-то чудом я заставил себя оторваться от песка. Даже попытался ударить Карло. Но вновь его рука влепила мне оплеуху, и я упал на спину. Если бы не боль в груди, я бы, наверное, поднялся, но боль лишила меня последних сил. Затем по ступенькам спустился Раймондо. Он и Карло схватили меня, подняли, втащили на веранду и как мешок бросили на стул. — Ты сам этого добивался, солдат? — спокойно заметил Раймондо. — А теперь уж не суетись. Я сейчас смажу ожог. Я взглянул на грудь. На правой половине краснело клеймо красного дракона. Боль сводила с ума. Я подумал о Люси с таким же клеймом на лице и страданиях, которые придется ей вынести. От этой мысли охватившая меня ярость растаяла, как дым. Осталась только боль. Вернулся Раймондо. Смазал ожог желтой мазью и отошел. Я почувствовал на себе взгляд Саванто. — Я предупреждал вас, мистер Бенсон. Это не игра. Теперь, надеюсь, вы все поняли, испытав на себе, какие страдания ждут вашу жену. — Да, — ответил я. Он был прав. До сегодняшнего дня я надеялся, что Саванто блефует, но теперь осознал, что его угрозы — не просто слова. — Вы говорили с миссис Уиллингтон, — продолжил Савант. — Вы сказали ей о том, что собираетесь подстрелить Диаса? — Нет. Он пристально посмотрел на меня. Его глаза блеснули. — Надеюсь, вы не лжете. — Если Диас не появится в бухте, я буду считать, что вы обманули меня. — Тогда вашей жене не поздоровится. — Вы это понимаете? — Да. — Вы, кажется, сомневаетесь в том, что сможете попасть в него, когда он будет кататься на водных лыжах, так? — Я в него попаду, но не могу гарантировать, что убью его. Боль от ожога утихла. Я взглянул на красное клеймо, представил Люси, которой придется ходить с такой вот отметиной до самой смерти. И перестал волноваться из-за Диаса Саванто. — Я говорил вам, что сейчас век чудес. Саванто не отрывал глаз от моего лица. — Я жду от вас чуда. — Я встретился взглядом с Саванто. — Я его убью. Он всмотрелся мне в глаза. — Повторите еще раз, мистер Бенсон. — Я его убью. Он кивнул, затем тяжело поднялся со стула. — Да, мой выбор оправдался. Он словно разговаривал сам с собой. — Вы его убьете. Он двинулся к ступеням, остановился, снял шляпу, заглянул в нее, снова надел. — Я ожидал, что с вами будет нелегко, мистер Бенсон. Вы волевой человек. Я сожалею, что столь жестоко обошелся с вами. Но вы никак не могли взять в толк, насколько все серьезно. Теперь вы это поняли. — Лучше пострадать вам, чем вашей жене. Я вновь обещаю, что она вернется к вам. Разумеется, немного испуганная, но невредимая. — Вы сказали, что убьете его. Меня это устраивает. Он взглянул на Раймондо. — Дай мне сигарету. Раймондо покачал головой. — Доктор запретил вам курить, мистер Саванто. — К счастью, ты не мой, доктор. Сигарету! Он протянул руку. Карло шагнул к нему с пачкой сигарет. Услужливо щелкнул зажигалкой. Все это время Саванто сверлил взглядом Раймондо. — Видишь? Карло выполняет мои просьбы. Несмотря на боль от ожога, я насторожился и тоже посмотрел на Раймондо. — Карло — животное! — ответил тот. — Я более ответственен. — Да он. Саванто глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри. Повернулся ко мне. — Вы очень умны, мистер Бенсон. — Вы хотели найти вашу жену. — И нашли ее. Она в том же доме, что и Тимотео. — После того, как вы обещали мне убить Диаса, я с удовольствием сообщаю вам об этом. — Дом вы видели. — Она ни в чем не нуждается. — Как я вам и говорил. — Я не рассчитывал, что вы мне поверите. Но теперь вы в этом убедились. Прекрасный дом. Не так ли? Я промолчал. — Ее охраняют, мистер Бенсон. — Бдительно охраняют. Последовала долгая пауза. — Завтра Тимотео будет здесь ровно в два часа. В половине третьего приедем мы с Лопесом. Вы несете полную ответственность за подготовку и успешное осуществление операции. Его глаза превратились в льдышки. — Это понятно? — Да. — Коротко ответил я. Тени пальм заметно удлинились. Ярко-красное солнце коснулось горизонта. Жара не спадала. В полном безветрии воздух казался тяжелой липкой массой. Я лежал на кровати у окна в моей маленькой душной комнатушке. Несмотря на мазь, боль от ожога давала о себе знать. Чтобы забыть о ней, я предался воспоминаниям. Первая встреча с Ником Льюисом, когда тот сказал мне, что продает стрелковую школу. Именно она стала первым звеном цепочки событий, завершившихся сегодняшним кошмаром. Встреча с Льюсией. Первый чудесный месяц нашей совместной жизни. Черный кадиллак, переваливающийся по песчаным колдобинам. Мои надежды заполучить богатого клиента. — Как давно все это было? — Что-то сейчас делает Льюсии, — гадал я. — К счастью, она не знает, что произошло со мной. Я пообещал Саванту, что убью Диаса. Ну что ж, придется его убить. За три года армейской службы во Вьетнаме я убил 82 человека. В среднем по 27 в год. Большинство из них были такими же снайперами, как и я. Профессионал убивал профессионала. Могли убить и меня. Но в чем-то мне везло. Я лучше маскировался и передвигался под джунглям более бесшумно, чем они. Первые снайперы, которых я убил, по ночам стояли у меня перед глазами. Но потом я привык к убийствам. Диас же, я это знал, останется на моей совести, несмотря на то, что по натуре он был таким же дикарем, как Саванту. Несмотря на то, что меня заставили его убить. И ни с кем не смогу я разделить эту ношу, особенно с Люси. Никто, кроме меня, не должен знать об этом убийстве. Солнце село. Сумерки быстро перешли в ночь. До восхода луны оставалось еще полчаса, и небо усыпали яркие звезды. Нам с Люси всегда нравилось наблюдать за ними. И тут новая мысль пришла мне в голову. А принесет ли убийство Диаса свободу мне и Люси? Саванту говорил, что он человек слова. Он обещал, что Люси вернется живой и невредимой. Он обещал заплатить мне двести тысяч долларов, если я убью Диаса. Но в его положении легко раздавать обещания. Я коснулся клейма на груди. От человека, способного на такое изуверство, можно ожидать чего угодно. Не сочтет ли он более выгодным для себя убрать нас с Люси после того, как я убью Диаса? Этим он не только сбережет двести тысяч долларов, но и избавится от двух свидетелей, которые могут показать, что его сын не убивал Диаса. А если Люси уже мертва? Я даже сел. Может, он уже убил ее? Открылась дверь, вспыхнула лампочка под потолком. Щурясь от яркого света, я повернулся к двери. Раймондо вошел в комнату, закрыл за собой дверь. В руке он держал стакан с какой-то жидкостью, судя по цвету, виски с содовой. Ну, как дела, солдат? Он приблизился к кровати. Все нормально. Тебе что до этого? Ты должен выспаться. Ожог болит. А ты как думаешь? Он взглянул на мою грудь и скривился. Я принес тебе снотворное. Он поставил стакан на столик у кровати, положил рядом бумажный кулек. Я подумал о Диасе, подпрыгивающем на волнах, летящем над водой. Без таблетки я бы не заснул. А не выспавшись и не отдохнув, не попал бы в Диаса. Она жива? Спросил я. Раймонда оцепенел. О чем ты, солдат? Он понизил голос до шепота. Кого ты дуришь? Так же шепотом продолжил я. После того, как я убью Диаса, мы с Люси, похоже, тоже отправимся к праотцам. Или он уже убил ее? Такое просто невозможно. В его голосе не чувствовалось уверенности, и он отвел глаза. Так ли? Послушай, солдат. Саванто — большой человек. Он сделал много хорошего. Он помогает беднякам. Он помогает своему сыну. Если он дает слово, то держит его. От человека, который способен на такое, — я указал на клеймо, — можно ждать чего угодно. Он должен был привести тебя в чувство, солдат. Ты же никак не хотел понять, что к чему. Она жива, — повторил я. Ты хочешь поговорить с ней? Он вытер с олба пот. Я могу рискнуть. Мне это дорого обойдется, солдат. Но если ты хочешь, я соединю тебя с ней. Я задумался. Во всяком случае, он не сомневался, что Люси жива. Меня это вполне устроило. Не надо. Я посмотрел на него. И вот что я тебе скажу. Я думаю, он больше тебе не доверяет. И боюсь, что скоро ты окажешься в таком же положении, что и я. Не болтай ерунды. Но я заметил мелькнувший в его глазах страх. А теперь слушай, солдат. Ты должен убить Диаса. Иного выхода у тебя нет. Тут он торопливо оглянулся и повысил голос. Выпей эти таблетки. Тебе надо выспаться. Открылась дверь, и на пороге появился Карло. Я высыпал на ладонь таблетки из кулька, сунул их в рот, запил из стакана. Убедившись, что я их проглотил, Раймондо повернулся и двинулся к двери. Карло отступил назад. — Тебе что-то надо? — резко спросил Раймондо. Карло глупо улыбнулся. — Я не знал, где ты. Раймондо выключил свет. — А теперь ты знаешь. Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Через несколько минут я уже крепко спал. Глава седьмая — Ты проснулся, солдат? Я открыл глаза, комнату заливал солнечный свет. Я оторвал голову от мокрой, от пота подушки. Раймондо стоял у кровати, глядя на меня. Я проснулся. С усилием сел и опустил ноги на пол. Соображал я туго. Все еще сказывалось действие таблеток. — Который час? — Почти двенадцать. Он поставил на столик чашку с дымящимся черным кофе. — Ну, как ты себя чувствуешь? Грудь ссаднила, но резкая боль уже прошла. — Нормально. — Диас приехал. — Вчера вечером. — Наверное, ему уже надоело валяться с ней в постели. Если нам повезет, он сегодня появится в бухте. Я не ответил, и Раймондо ушел. Я пил кофе, курил, затем сунул голову под холодный душ, следя за тем, чтобы вода не попала на ожог. Побрился. Чувствовал я себя действительно неплохо. Сон освежил меня. Я надел брюки, рубашку из легкой хлопчатобумажной ткани. Клеймо выглядело ужасно. Но кожа вокруг не воспалилась. Я начал застегивать пуговицы, но прикосновение материи к ожогу заставило меня скривиться от боли. Пуговицы пришлось расстегнуть. Я вышел на веранду. Раймондо сидел у стола с сигаретой в тонких губах. Я сел рядом. — Где Карло? — Я нашел ему работу. — Забудь о нем. — Ну, как самочувствие? Он взглянул на клеймо, затем на меня. — Нормально. — Правда? — У меня все в порядке, — резко ответил я. — И у твоей жены тоже солдат. Тут уже я уставился на него. — Сказать-то легко. — У нас кончилось виски. Я ездил туда сегодня утром, чтобы пополнить запас. Я ее видел. Цела и невредима. Едва ли он врал. — Тимотео — наследник Саванто, — продолжил Раймондо. — Он пользуется большим влиянием. — А при чем тут он? Раймондо пригладил густые черные волосы. — Тимотео опекает ее. — Тебе не о чем беспокоиться. — Мне вспомнился разговор с Люси. С той поры, казалось, прошла целая вечность. Но эхо наших голосов отдалось в ушах. — Выходит, он влюбился в тебя, так? — Похоже, что да. — Ты не возражаешь, Джей? — Нет, если ты не ответишь ему взаимностью. — Мне стало не по себе. — Теперь все зависит только от тебя, — добавил Раймондо. — К вечеру ты можешь стать богачом. Ты... Он замолчал, увидев идущего к нам Карлу. Встал. — Так чувствуешь себя неплохо? — Да. — Скоро они приедут. — Давай поедим. Карлу поднялся на веранду, и они ушли в дом. Я остался сидеть, поглядывая на белый песок, серебрящийся под лучами солнца. Тимотео не выходил у меня из головы. — Мы думаем одинаково, — говорила Люси. — После появления Саванто ты стал совсем другим. Тоже ее слова. Вернулся Раймондо, поставил на стол тарелку с сандвичами. — О чем задумался, солдат? — спросил он, усаживаясь. — Когда ты отстанешь от меня с своими глупыми вопросами? — огрызнулся я. Раймондо не обиделся. — Ты лучше поешь. — Кто знает, когда нам удастся пообедать? — Хочешь пиво? — А почему бы и нет? — Пока он ходил за пивом, я заставил себя забыть о Тимотео. За едой мы оба молчали. Когда тарелка и банки опустили, я поднялся из-за стола. — Пойду приготовлю ружье. — Тебе помочь? — Не надо. — Я почистил и зарядил ружье, установил на него оптический прицел, навернул на ствол глушитель. Тут в дверях появился Раймондо. — Все в порядке, солдат? Вот когда я понял, что нервничает он куда больше меня. Я тоже волновался. Но он просто не находил себе места. — Конечно. С ружьем в руках я прошел к лестнице, поднялся на крышу, положил ружье на бетонный парапет под навесом, посмотрел на пустынную бухту. — Появится ли сегодня Диас? — Скорее всего, да, но наши ожидания могут оказаться напрасными. Если его не будет, Саванто того и гляди вообразит, что я предупредил его об опасности. И тогда он, как и обещал, выместит зло на Люси. Вслед за мной на крышу поднялся Раймондо. — Какие проблемы? — Он меня достал своими вопросами. Ради Бога! — Оставь меня в покое! — рявкнул я. — Ты выведешь меня из себя! — Мне тоже нелегко, солдат. Я несу такую же ответственность, что и ты. Ты это понял только сейчас. Я пересек крышу, взглянул на густую листву дерева над головой, его крепкие ветви. Встал на парапет, ухватился за одну из ветвей, подтянулся, залез на нее. Подъем не составил труда. Ветви росли часто. Каждая легко выдерживала мой вес. Поднявшись футов на десять, я сел на ветвь, привалившись спиной к стволу. Листва полностью вскрыла крышу, зато бухта была как на ладони. — Ты меня видишь? — крикнул я Раймондо. Я услышал его шаги. Последовала долгая пауза. — Ничего не видно, кроме листьев. — Пошевелись. Я поболтал ногами. — Я тебя слышу, но не вижу. Медленно, осторожно я спустился вниз. Ни одна ветвь не покачнулась, не зашуршал ни один лист. Я как бы репетировал спуск к Тимотео. Я спрыгнул на крышу около Раймондо. Ты действительно меня не видел. Я даже не слышал, как ты спускался. Я взглянул на часы десять минут до прибытия Тимотео. Я подошел к парапету, оглядел бухту. Ко мне присоединился Раймондо. Ты сказал, что видел мою жену, что она делала. Я не смотрел на него. Он замялся. Делала. Чувствовалось, что ему не хочется отвечать. Разговаривала. С Тимотео. Говорит он мастер. Если его кто-то слушает, он будет заливаться соловьем. Мы думаем одинаково. Она не выглядела несчастной. Но можешь не беспокоиться о ней, солдат. Она в полном порядке. А что ты имел в виду, назвав Тимотео наследником Саванта? Когда старик умрет, Тимотео станет во главе маленьких братьев. Он этого хочет? Раймондо пожал плечами. Старик так решил. Из Тимотео получится хороший лидер. Он умен, образован. Просто ему не повезло, что он попал в такой переплет. Ему надо помочь. Мы оба услышали шум автомобильного мотора, перешли на другую сторону крыши. Чёрный кадиллак, со знакомым, похожим на шимпанзе, шофёром, приближался к дому. Тимотео в чёрной шляпе и больших солнцезащитных очках сидел на заднем сиденье. Рядом расположился один из мужчин, которых я видел с катера Нэнси. Мускулистый, смуглый, в белых брюках и рубашке. А вот и он. Раймондо двинулся к люку. Пришли его сюда. Я подожду здесь. Он кивнул и спустился по лестнице. Я сел на парапет. Вскоре из люка показалась голова Тимотео в неизменных чёрных очках. Вслед за ним на крышу поднялся мужчина в белом. Я оглядел его. Такие встречались мне в армии, наглые, непокорные, уверенные в себе. Он остался у люка. Увидев меня, Тимотео остановился как вкопанный. Его чёрные очки смотрели прямо на меня. Хотя ожог и причинял при прикосновении боль, оставшись один, я застегнул рубашку. Я не хотел показывать ему, что сделал со мной его отец. Пока не хотел. Кровь бросилась мне в лицо. Будь моя воля! Я бы избил его до полусмерти. Передо мной возникли он и Люси, идущие бок о бок вдоль берега. После появления Саванто ты стал совсем другим. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, что должно здесь произойти? Прорычал я. Он молчал. Его лицо блестело от пота. Суть идеи состоит в том, — говорил я медленно, чётко выговаривая каждое слово, будто обращался к идиоту, — что твой кузен будет кататься на водных лыжах. Он... Да я знаю. Прервал он меня осипшим голосом. Ты знаешь? Вот и прекрасно. Меня охватила ярость. Из-за этого мерзавца, не способного постоять за себя, меня шантажом заставили расхлёбывать заваренную им кашу. Я двинулся на него. Ты знаешь, — повторил я, — ты знаешь, что меня принудили убить человека, потому что тебе не хватает для этого духа? Ты знаешь, что твой папаша шантажом добился моего согласия? И теперь, убив твоего кузена, я до конца дней буду мучиться угрызениями совести. Ты всё это знаешь. Не так ли трусливый болтун? Мужчина в белом внезапно оказался между мной и Тимотео. — Заткни свою грязную пасть! — рявкнул он. Я уже дрожал от ярости и вложил в удар всю силу. Если бы он достиг цели, мужчина лёг бы трупом, но он увернулся. Тут появился Раймондо, втиснулся между мной и мужчиной в белом и схватил меня за руки. — Остынь, солдат! Я вырвался и отступил назад. — Займись им. Пусть он хоть выглядит как убийца. Я отошёл на пару шагов в сторону, чтобы видеть Тимотео. Тот стоял, не шевелясь. — Как ты себя чувствуешь, убийца? Ты гордишься собой? — Легко говорить с моей женой, не так ли, убийца? Я бы хотел, чтобы она оказалась здесь и увидела, как я убью человека, изнасиловавшего и заклеймившего твою девушку, потому что тебе не хватает мужества сделать это самому. Я уже орал. — Хотел бы я, чтобы она присутствовала при этом. Раймондо заступил между нами. Остынешь ты или нет, солдат? Я взял себя в руки. — Ладно. Я глубоко вздохнул. — Уведи его отсюда. Меня тошнит от одного его вида. Мужчина в белом коснулся руки Тимотео. Тот повернулся и, как робот, двинулся к люку. Спустился по лестнице. Я сел на парапет, тяжело дыша. Раймондо устроился рядом, то и дело озабоченно, поглядывая на меня. Этот слезняк действует мне на нервы. Прервал я затянувшуюся паузу. Я уже в норме. Когда они приедут, приведи его и Лопеса сюда. Пусть Лопес покрутится здесь, а затем уйдет на веранду. Скажи Тимотео, чтобы он позвал меня, когда останется один. С дерева крыши мне не видно. И постарайся, чтобы он выглядел как убийца. Если он будет таким, как поднялся сюда, Лопес не поверит, что он способен убить емуху. Ну, хорошо, а как ты сам? Я хмуро глянул на него. Я его убью, если тебя это интересует. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, затем он кивнул. Мне жаль, что ты попал в такую передрягу, солдат. Я понимаю, что пользы тебе от этого никакой, но хочу, чтобы ты это знал. А тут ты прав. Пользы от этого никакой. В молчании мы просидели минут двадцать, глядя на дорогу. Они едут. Раймондо вскочил. До нас донесся шум приближающегося автомобиля. Сделай все, чтобы он выглядел как убийца. Я встал на парапет, полез на дерево, добрался до ветви, на которой сидел раньше. Уселся на ней, свесив ноги. — Не видно меня? — крикнул я вниз. — Нет! — ответил Раймондо, а после паузы добавил. — Удачи тебе, солдат! Я привалился спиной к стволу. Что делается внизу, я не видел. Слишком густой была листва. Я слышал голоса, хлопанье двери с автомобиля. Я узнал голос Саванто. Но не мог понять, что он говорит. Разговор шел на испанском. Ему отвечал грубый голос, который я слышал впервые. Я догадался, что он принадлежит Лопесу, свидетелю. Потом на крышу поднялись люди. Говорили они по-испански. Я так и не дождался, чтобы Тимотео произнес хоть слово. Похоже, он все еще пребывал в трансе. Наконец, заскрипели ступени деревянной лестницы. Я понял, что они ушли, оставив Тимотео одного. Взглянул на часы. Четырнадцать сорок пять. Еще четверть часа, и на воде появится Диас. Если вообще появится. Капли пота катились по моему лицу. Я думал о выстреле. О том, как поймаю в перекрестье оптического прицела голову Диаса. О глухом хлопке, который вырвется из глушителя, когда я нажму на спусковой крючок. О Диасе, который ткнется в воду с дыркой в голове. Я замер, прислушиваясь. На крыше царила полная тишина. Остался ли Тимотео один. Я не решился спуститься, не получив его сигнала. Но вот до меня донесся его шепот. Мистер Бенсон. Ребенок, зовущий мамочку, со злостью подумал я, взялся за ветвь рукой, готовясь к спуску, и обомлел. Подо мной свернулась в клубок гремучая змея. Ее раздвоенный язычок появлялся и исчезал в пасте в дюжине дюймов от моей ноги. Гремучая змея. Одна из самых ядовитых змей Флориды. Судя по всему, нацелилась на мою ногу. Мистер Бенсон. Ответить я не рискнул. Звук моего голоса мог побудить змею броситься на меня. Я не смел пошевелить ногой. Меня прошиб холодный пот. Я всегда боялся змей. Даже при виде безобидного ужа у меня по коже бегали мурашки. Не мигая, смотрел я на свернувшуюся в клубок смерть. Выстрел. Диас. Тимотео. Люси. Тут же забылись. Я сидел на ветве, окаменев от страха. Мистер Бенсон. Настойчивее, громче. Тут змея. Выдохнул я. Не знаю, услышал ли меня Тимотео, но змея подняла голову. И словно кто-то потряс мешочек с сухими фасолинами. Я сидел, не шевелясь. На веранде о чем-то оживленно говорили по-испански. Ветер шуршал пальмовыми листьями. Я смотрел на змею. Ноги начало сводить судорогой. Мистер Бенсон. Я знал, с какой скоростью атакует гремучая змея. Я бы не успел убрать ногу. Кроме того, от резкого движения я мог свалиться с ветви и упасть на крышу. Змея. — Вроде бы это слово я произнес громче. И вновь предупреждающие загремели фасолины. — Слышал ли меня Тимотео? Если да, то что же он сможет сделать? Минуты ползли, как часы. Затем до меня донесся новый звук. В гавани Уиллингтона завели двигатель катера. Диас вот-вот появится в бухте, а я прикован змеей к дереву. Тут я увидел Тимотео. Он неуклюже лез наверх. По-прежнему в очках и широкополой шляпе. — Осторожно! — прошептал я. — Она у моей ноги. Снова застучала гремушка змеи, и у меня перехватило дыхание. В шести футах ниже меня Тимотео остановился. Посмотрел вверх. Я видел свое отражение в полусферах его очков. Испуганный, потный мужчина, сжавшийся в комок. Потому как замер Тимотео, я понял, что он обнаружил змею, но и она его заметила. Ее маленькая головка повернулась к нему. — Не шевелитесь! — предупредил Тимотео. Я уже собрался убрать ногу, но его спокойный, уверенный голос остановил меня. — Медленно. Очень медленно он поднялся на следующую ветвь. От змеи его отделяло не более четырех футов. Я не сводил с него глаз. Пот катился ручьем. Сердце выскакивало из груди. Как в замедленной съемке, его рука двинулась к шляпе. Застучала гремушка. Длинные пальцы взялись за шляпу, сняли ее с головы. Затем два движения слились в одно. Змея бросилась на Тимотео, а тот выставил шляпу перед собой. Я наблюдал, не дыша. Ядовитые зубы змеи впились в войлок. Свободная рука Тимотео мгновенно схватила змею у головы. Ее тело тут же обвилось вокруг руки. Он держал змею так, чтобы она не могла ужалить его. А пальцы второй руки, отпустив шляпу, крепко сжали челюсти змеи. Он выдержал паузу. Я видел, как крепко обвивает змея его руку. А затем кисти повернулись в противоположных направлениях, ломая змея позвоночник. Обмякшее тело змеи выпало из его рук. Он посмотрел на меня. Она мертва. Я сидел, прижавшись спиной к дереву. В его очках я видел свое отражение, и мне не нравилось, как я выгляжу. Рев двигателя катера вернул меня к жизни. Вниз! Яростно прошептал я. Быстро! На крышу я спустился раньше него. Схватил ружье. Лег под навесом. Уперся прикладом в плечо. Катер уже появился в бухте. Я видел негритянку за штурвалом. Нэнси и незнакомый мне мужчина мчались бок о бок. Нэнси находилась между мной и ним, прикрывая его от пули. Когда они повернут, — подумал я, — он окажется ближе ко мне, и вот тут-то я его подстрелю. Я подрегулировал четкость изображения. Мужчина то и дело показывался из-за Нэнси. Типичный южноамериканец, любимчик женщин. Хорошо сложенный, с рельефной мускулатурой, красивый, с длинными черными волосами, перехваченными белой лентой. Катер резко повернул и лег на обратный курс. Нэнси и мужчина показывали друг другу, на что они способны. После поворота он перепрыгнул через буксировочный трос Нэнси, и она вновь оказалась между нами. Я ждал, наблюдая за ними в оптический прицел. Голова Нэнси попадала в перекрестье гораздо чаще, чем голова Диаса. Стрелять я не мог. Скорее, я убил бы ее. А они взялись за руки. Каждый держался за трос только одной рукой. Они так сблизились, что фигура Нэнси полностью закрыла Диаса. Я лежал, потел и терпеливо ждал. В армии меня научили ждать. Однажды я ждал три часа, прежде чем выстрелил в голову вражеского снайпера, и теперь постоянно напоминал себе об этом. Катер снова повернул. На этот раз он оказался с моей стороны. Теперь я держал в перекрестье его голову. За ней появлялись то нос, то подбородок Нэнси. Решиться на такой выстрел мог только снайпер. Любой, кроме снайпера, задумался бы, а не попадет ли он в девушку, а не в мужчину. Но я-то был снайпером. Этот выстрел, — подумал я, — положит конец затянувшемуся кошмару, даже если станет началом другого. Я глубоко вздохнул, плавно перемещая ружье вслед за головой Диаса, чтобы она постоянно оставалась в перекрестье прицела, положил палец на спусковой крючок. Внезапно Нэнси чуть отстала и исчезла из прицела. Я понял, что он у меня в кармане. В этот момент он даже двигался по прямой, а не зигзагом. В него попал бы и Тимотео. Я потянул на себя спусковой крючок. Сквозь рев двигателя я расслышал металлический щелчок. Но отдача не последовала. Я понял, что патрона в казеннике не было. На какое-то мгновение я оцепенел, затем опустил вниз зарядную рукоятку, досылая в казенник второй патрон. Но легкость ее хода указала на то, что она не поднимает патроны за боймы под боек ударника. — Значит, ружье не заряжено. — Но я же заряжал его. Я сам заряжал его. Где же патроны? Я повернулся набок и взглянул на стоящего позади Тимотео. Я вспомнил, что, оставшись на крыше один, он не сразу позвал меня. — Ты разрядил ружье, сукин ты, сын! Он кивнул. Я взглянул на бухту. Воднолыжники были уже вне досягаемости выстрела. Катер уносил их в открытое море. Я упустил свой шанс. Кошмар продолжался. Поднявшись, я подошел к Тимотео. Хотелось, конечно, как следует врезать ему. Но что бы это изменило? — У меня есть еще завтрашний день, — напомнил я себе. — Неужели ты не способен решиться даже на то, чтобы позволить мне убить за тебя этого человека? — процедил я сквозь зубы. Его глаза все так же прятались за черными очками. — Можно сказать, что да, мистер Бенсон, — хрипло ответил он. — Дай мне обойму. Он вынул из кармана обойму с патронами и положил ее на мою протянутую ладонь. Я оглянулся на бухту. Лыжники уже исчезли из виду. Но издалека доносилось гудение двигателя. — Иди вниз и поработай языком, — презрительно бросил я. — Ты же у нас мастер поговорить. Объясни им, почему ты не убил его. И найди аргументы поубедительнее, если Люси что-то для тебя значит. Он повернулся и двинулся к лестнице. А потом с террасы донеслись громкие крики. Я слышал разъяренный голос Саванто. Говорил он по-испански, и я не понимал ни слова, но мог догадаться, о чем шла речь. Иногда мне удавалось расслышать реплики Тимотео. В отличие от других, он не повышал голоса. Затем все замолчали, захлопали автомобильные дверцы, взревел мотор. Какое-то время спустя на крышу вылез Раймондо. Я сидел на бетонном парапете. — Мистер Саванто хочет поговорить с тобой. Вслед за ним я спустился на веранду. Саванто сидел на стуле. Карло стоял позади него. На лице гиганта играла идиотская улыбка. Я остановился перед Саванто, вытащил из кармана обойму, положил ее на стол. — Ваш сын разрядил ружье, пока я был на дереве. Я убил бы Диаса, если б ваш сын сознательно не сорвал операцию. Саванто, не мигая, смотрел на меня. — Вам следовало проверить ружье. — Вы так думаете? — Я его проверил. Подготовил к стрельбе. — Как я мог знать, что ваш сын разрядит ружье? — Вы могли представить себе, что он разрядит ружье? — Неужели вы так умны? — Я подготовил ружье к стрельбе. — Если вы хотите кого-нибудь взгреть за неудачу, взгрейте вашего сына, а не меня. Саванто кивнул. — Я поговорил с ним. То, что он сказал, звучало убедительно. Лопес согласился, что сегодня Тимотео не мог убить Диас. Подождем завтрашнего дня. — Попасть в него и так нелегко. А тут еще ваш сын ставит палки в колеса. — В дальнейшем у вас не будет с ним никаких проблем, — ответил Саванто. — Но вы, мистер Бенсон, позаботьтесь о том, чтобы у меня не было проблем с вами. Он повернулся к Карло и вытянул пухлую руку. По-прежнему улыбаясь, Карло достал из кармана плоский конверт из тонкой бумаги. Саванто взял его и положил на стол рядом с обоймой. — Вот это, мистер Бенсон, сделает ваш завтрашний выстрел более метким. — В следующий раз в конверте может оказаться совсем другое, что уже нельзя заменить. Пожалуйста, помните об этом. Он поднялся и в сопровождении Карло прошествовал к Адиллаку. Я долго не решался протянуть руку к конверту. Кадиллак уже уехал. Ко мне подошел Раймондо. — Пусть лежит, солдат. Там ее волосы. Он отрезал их, но с ней все в порядке, солдат. Он только хочет показать, что дело не шуточное. Я вытаращился на него. — Ее волосы? Раймондо отвернулся. — Они отрастут. — Дрожащими руками я открыл конверт. При виде золотистых локонов Люси, аккуратно перевязанных черной лентой, у меня дрогнуло сердце. — Когда это случилось? Я не узнал своего голоса. — Этим утром. У меня подогнулись колени. Я оплюхнулся на стул. Коснулся ее шелковистых волос. — Этим утром? — Когда ты ездил за виски? — Нет, позже. — Я же говорил тебе, что она была в полном здравии. — Позже. — Тимотео знает об этом? — Пока нет. Узнает, когда вернется. Я закрыл конверт. — Мне очень жаль, солдат, что так вышло, — пробормотал Раймондо. Я посмотрел на него. Его смуглое лицо блестело от пота. Он избегал встретиться со мной взглядом. — И ты с этим согласен? — Ты это одобряешь? Я положил руку на конверт. — И это? Я распахнул рубашку, чтобы он увидел клеймо красного дракона. — И ты думаешь, что человек, способный на такое, может быть благодетелем крестьян? Раймондо пожал плечами. — Слова у него не расходятся с делом. А это главное. Ради добра иногда приходится творить зло. Тыльной стороной ладони он смахнул солбопот. Он сделал много хорошего. Десять лет назад его люди ходили по воду за две мили. Он обещал помочь. Ему не поверили. Но он узнал, что один наш крупный политик спит с собственной дочерью. Не спрашивай, как он это разнюхал. Это его дар — находить человеческие слабости. Он переговорил с этим политиком. Ну, если хочешь, назови это шантажом. Но к деревне протянули водопровод. Не так давно наши люди на мулах возили в город выращенный урожай. Саванто решил, что нам нужны грузовики. Он что-то выяснил о другом политике. Они объяснились. И мы получили десять грузовиков. Так он работает. Если он хочет что-то сделать для крестьян, то не останавливается ни перед чем, лишь бы достигнуть поставленной цели. И эти крестьяне знают, что он за человек. Некоторые догадываются. Кто-то и знает. Но в большинстве они слишком благодарны, чтобы задавать вопрос. А ты? Я смотрел ему в глаза. Раймондо шагнул к ступенькам. Пойду поплаваю. Составишь мне компанию? Я покачал головой. Все образуется, солдат. До сих пор он всегда держал слово. Вот именно до сих пор. Он спустился на белый песок и пошел к морю. Я вновь раскрыл конверт и достал шелковистые пряди. Погладил их. И тут меня словно пронзило молнией. Я понял, как положить конец этому кошмару. И выругал себя за то, что не додумался до этого раньше. Я посмотрел на белокурые пряди, затем на клеймо красного дракона. Саванто говорил мне. Сколько людей вы хладнокровно убили? Восемьдесят двух? Ну, что для вас еще одна жизнь? Скорее всего, мне придется убить Диаса. Восемьдесят третья жизнь. Но теперь я уже знал наверняка, что убью Огасто Саванто. Восемьдесят четвертая жизнь. И сделаю это с превеликим удовольствием. Я все еще сидел на веранде, когда вернулся Раймондо. За те полчаса, что я провел в одиночестве, я успел о многом подумать. Поднимаясь по ступенькам, Раймондо пристально взглянул на меня. Затем посмотрел на лежащие на старе волосы. Зря ты не пошел со мной. Отличная вода. Я покачал головой, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. Мне не хотелось, чтобы он догадался, что у меня на уме. Сейчас слишком жарко. Может, позже. Он кивнул и прошел в дом переодеть мокрые плавки. Я в какой уж раз провел рукой по волосам Люси, убрал их в конверт, сунул его в карман брюк. В доме зазвонил телефон. Послышались торопливые шаги Раймондо. Он снял трубку. Мои мысли вернулись к Огасто-Саванто. Интересно, — думал я. Как долго пробудет он в Империале? Возможно, уедет сразу же после убийства Диаса. Я представил его сидящим на балконе своего номера на 14 этаже. В конце бульвара строился 21-этажный жилой дом. Синдикат, финансировавший строительство, потратил все деньги, и на какое-то время работы на доме прекратились, хотя осталось доделать самую малость. Люси и я во время одной из поездок в Парадис-Сити заглянули в этот дом. Нас привлекло объявление, приглашающее осмотреть имеющиеся в нем квартиры. Помнится, у нас глаза вылезли на лоб, когда мы увидели, какие суммы запрашиваются за аренду квартир. Особенно дорого стоила полностью обставленная квартира на крыше, и мы, естественно, выбрали для осмотра именно ее. Агент, встретивший нас в вестибюле, сразу понял, что денег у нас нет, но других клиентов не предвиделось, и он не стал нам отказывать. В стеррасы этой квартиры открывался отличный вид на империал. Попав туда, Суэстон и Лиис, я бы без труда послал пулю в голову Саванту. Я решил, что сделаю все возможное ради того, чтобы разделаться с этим стервятником. Тут на веранду выбежал Раймондо. В армии я привык к испуганным лицам. Перед боем бывало вокруг полно людей, лица которых прямо-таки излучают страх. Я сразу понял, что Раймондо напуган до смерти. — Тимотео и твоя жена удрали! — выкрикнул он. — Мы должны их найти! Не сразу дошел до меня смысл его слов. Затем я вскочил, отбросив стул назад. Удрали. Куда? Что ты такое говоришь? Он шумно глотнул. Только что позвонил Ник. — Тимотео и твоя жена убежали в Кипарисовое болото. Ты должен помочь мне их найти! Он скатился по ступенькам, зовя Карло, бросился к Вольксвагену. Из дома появился Карло, побежал следом. У машины Раймондо обернулся. — Скорее! — крикнул он мне. — Скорее! Когда я подбежал к Вольксвагену, Карло уже сидел на заднем сиденье, а Раймондо завел мотор. Едва я захлопнул дверцу, он рванулся с места и погнал машину по узкой песчаной дороге. Нас подбрасывало на каждой колдобине, но Раймондо и не думал сбавлять скорость. Наконец мы выкатились на автостраду. По песку мы ехали молча. Какие уж разговоры, когда тебя бросает из стороны в сторону. Как им удалось бежать? — спросил я, когда песок под колесами сменился гладким асфальтом. — Тимотео обезумел, увидев твою жену... — Без волос, — ответил Раймондо. — Ударом кулака уложил Ника. Пытался вывести ее на шоссе, но другие охранники преградили ему путь. Тогда они побежали к Кипарисову болоту. Охранники преследовали их сколько могли, но потом отступились, боясь провалиться в трясину. — Тимотео же и твоя жена уходили все дальше. Путь из болота им перекрыли. Теперь мы должны найти их и вернуть в дом Декстера. Кипарисовое болото — двадцать тысяч акров девственных джунглей, протянувшихся за расположенными на берегу виллами. Вскоре после приезда в Парадис-Сити я охотился там на диких уток. Переплетение мангровых зарослей с чудовищного размера корнями редкие кипарисы, поросшие серым мхом, змеи, гигантские пауки и скорпионы, узкие протоки со стоячей водой, рассадники комаров. Один неверный шаг и вонючая трясина уже не выпустят из цепких объятий. Заблудится там верная смерть. От Ника Льюиса мне досталось в наследство плоскодонка. На ней-то я и отправился на охоту. Комары едва не сожрали меня живьем. Кроме того, я увидел крокодила. Он, должно быть, плотно закусил перед нашей встречей, поэтому не напал на лодку. На этом мое знакомство с болотом закончилось. Я решил, что обойдусь без диких уток. При мысли о том, что Люси оказалась в этом аду с таким недоумком, как Тимотео, я похолодел от ужаса. — Мы должны их найти, — крикнул Раймондо. — Если Саванта услышит об этом, нам не уйти живыми. — Ничего себе, благодетель, крестьян! — хмыкнул я. — Ты смеешься надо мной или говоришь серьезно? — Мне не до смеха. Страх в его глазах подсказал мне, что он нисколько не сомневается вместе с Саванту. Нам потребовалось меньше четверти часа, чтобы добраться до дома Джека Декстера, который я видел с катера Нэнси. В визге тормозов Раймондо остановил Volkswagen у парадного хода. Ник в красно-желтой гавайской рубашке поджидал нас. Его челюсть раздулась, и выглядел он, как приговоренный к смерти. Едва Раймондо выбрался из машины, Ник что-то залопотал по-испански. Я последовал за Раймондо, затем Карло. Его лицо блестело от пота. Я все равно не мог понять ни слова, поэтому отошел в тень. Вскоре Раймондо оборвал Ника и направился ко мне. — Ты бывал на этом болоте, солдат? — Нет. Я не собирался раскрывать карты. — Они там и не могут выйти оттуда. Три наших парня перекрыли выходы. Нам придется вытаскивать их из болота. За десять минут мы быстрым шагом дошли до границы болота. Дальше вела узкая тропа. На ней мы нашли мужчину в белых брюках. Коротко переговорив с ним по-испански, Раймондо сказал мне, что именно по этой тропе убежали Тимотео и Люси. — Это твоя территория, солдат. Веди нас. Я знал, что ждет впереди. Тропа тянулась на четверть мили, затем обрывалась. Нас ждали маховые поляны, джунгли, протоки, комары. Я двинулся по тропе. Затем Раймондо, Ник, Карло, мужчина в белом. Воняло гниющей растительностью и затхлой водой. Воздух был горячим и влажным, как в парной. В таких же джунглях я провел три года. Мои глаза привыкли различать то, что оставалось невидимым для остальных. Сломанная ветвь, клякса грязи, помятые листья указывали мне, где прошли Тимотео и Люси. Наконец тропа оборвалась. Мы стояли и смотрели на густые джунгли, разделенные узкой протокой, шириной в десять футов. На черной воде плавали белые лилии. — Здесь мы разойдемся. Двое пойдут направо, двое налево, я прямо. Раймондо покачал головой. — Я останусь с тобой, солдат. — Один ты не уйдешь. — Я и не ожидал, что мне удастся так легко отделаться от него. — Хорошо. Скажи своим, что от них требуется. Раймондо послал Карла и мужчину в белом, в сторону от протоки, Ника по правому берегу. Когда мы остались одни, он повернулся ко мне. — Никаких фортерей, солдат. Мы должны их найти и привезти назад. Слушай меня внимательно. У Саванто организация убийц. — Они найдут тебя и твою жену, где бы вы ни спрятались. Я предупреждаю тебя. Никто еще не сумел обмануть его и избежать смерти. Если мы не приведем их назад, мы с тобой покойники. — Так давай их найдем, — спокойно ответил я, еще больше утверждаясь в мысли, что без убийства Саванто мне не обойтись. Я двинулся в джунгли. Где-то ярдах в пятистах впереди меня ждала лодка Ника Льюиса, спрятанная в густой растительности. Три месяца назад я вытащил ее из протоки на берег. Я понимал, что найти Льюиси можно только с лодки. Они не могли далеко уйти и, скорее всего, держались в протоке. Но мне мешал Раймондо. Я знал, что он на чеку. Тем не менее, я не мог сесть в лодку, не избавившись от него. Нам перегородили путь густые мангровые заросли. Я остановился. Нас окружал комариной рой. Они не могли здесь пройти. Поворачиваем назад. Вдалеке слышался треск веток. Ник, Карло и мужчина в белом ломились сквозь джунгли. Раймондо убил очередного комара. Как ты скажешь. Я поудобнее поставил ногу. Осторожно! Он даже вздрогнул от моего крика. Змея! Я указал ему под ноги. Едва он отвел от меня взгляд, я изо всей силы ударил ему в челюсть. Но мне следовало помнить, сколь он проворен. Хотя мне удалось отвлечь его, он успел чуть дернуть головой. Этого оказалось достаточно, чтобы мой кулак лишь скользнул ему по скуле. Он покачнулся, но не упал. Я ударил его левой, он поварился на землю, но не собирался сдаваться. Его ноги заплели мои, и я рухнул на него. Мои руки сжали его шею. Но легко ли держать раненого дикого зверя? Его кулак ткнулся мне в зубы. От удара я скатился с Раймондо. Он уже поднимался на колени, когда я пнул его ногой в грудь. Он упал на спину. Я прыгнул на него, сжал шею. Он вновь ударил меня, но мои руки держали его мертвой хваткой. Он попытался дотянуться до моих глаз, но силы оставили его, глаза закатились, ноги дернулись, раскрылся рот, вывалился язык, из ноздрей хлынула кровь. Когда он обмяк, я разжал руки. На шее остались синяки. Я не знал, жив он или мертв. Да меня это не волновало. Я не звал Саванто и его бандитов. Они сами вторглись в мою жизнь. Теперь, наконец-то, я мог нанести ответный удар. Из носа текла кровь, распухли губы, донимали комары. Я не обращал на это внимания. Где-то в этих джунглях Люси я должен ее найти. Ни о чем другом я не думал. Оставив Раймондо в грязи, я двинулся дальше. Лодку я нашел там, где и оставил ее. Когда я потащил ее к воде, из-под нее выбежал паук величиной с кулак, на коротеньких, толстых, как палец, ножках, заросших черными волосами. Столкнув лодку на воду, я залез в нее, взялся за шест, оттолкнулся от берега. Медленно поплыл по протоке, упираясь в шестом, вылистое дно. Комары непрерывно атаковали меня. Влажный густой воздух обволакивал, как одеяло. С жарой и комарами я боролся час. Армия подготовила меня к этому. Я поставил себе цель найти Люси, и ничто не могло остановить меня. Потом я увидел их. Сначала Тимотео. Он сидел спиной к дереву на высоком берегу протоки. Люси лежала у него на коленях. Он обмахивал ее шляпой. Белые блузка и брючки Люси намокли. Ее коротко стриженная голова белела на черном фоне брюк Тимотео. Тут он заметил меня. Обхватил Люси руками. Так ребенок защищает любимую игрушку, которую хотят отобрать у него. Люси подняла голову и посмотрела в мою сторону. Страх отразился на ее перепачканном грязью лице. Она приникла к Тимотео и отчаянно замахала рукой, словно надеясь, что, повинуясь ей, я исчезну так же внезапно, как и появился. Продолжение следует...